Вы знаете, я работала всю жизнь медсестрой, медицинским работником. А потом ушла на пенсию, ну еще молодая, работать еще хочется. В какой бы сфере я смысла. Я очень люблю старых людей. Я понимаю, что я нужна, я понимаю, что я им помогаю. Поэтому мне легче, меня это поддерживает. Потому что они ждут меня, они меня ждут, понимаете, постоянно. Если где-то задерживаешь, мне уже звонят, говорят, где я там задержалась. Они хотят поговорить со мной, не только, чтобы я им там что-то сделала. И когда я с ними разговариваю, мы общаемся. И, конечно, я гораздо легче тогда все это переношу. Я пришел, чтобы сказать спасибо. Огромное спасибо за вашу ответственность, за ваш труд. Для теми людьми, которые нуждаются сегодня в заботе, опеке и помощи. И мы, как орган местного самоуправления, обязаны предоставить все услуги, которые предусмотрены государственными органами, программами государственными. И чтобы люди получали и доплаты, и все, что им по закону положено, говоря простым. Получали вовремя, в срок, и были уверены в том, что находятся под опекой государственных органов местной власти. Это все на ваших плечах. На ваших плечах, вашим личным общением, выслушать человеческую боль, человеческие проблемы, человеческую нужду, пропустить это все через себя. Я хотел у каждого из вас не менее проблем дома, в семьях, да и в житейских проблем не меньше. Но вас хватает и на решение ваших проблем, еще и оказывать помощь тем, кто у них нуждается. Спасибо вам огромное. Счастья, здоровья, успехов. Не болейте. Спасибо. Много приходит еще каких-то жалоб. Я это не отрицаю. И очень мало, к сожалению, приходит слова благодарности. Но когда приходят эти слова благодарности, мне пишут довидомо, я пишу довидомо Елене Петровне, и я их перечитываю, очень-очень приятно. И я понимаю, что это только небольшой процент, потому что, к сожалению, у нас высказать, что плохо, что не нравится, мы это можем. А сказать слова благодарности не каждый найдет на это время. Но тем не менее, я говорю вам эти слова благодарности. Хочу пожелать вам, вашим всем семьям, вашим коллективам здоровья крепкого, благополучия. И Геннадий Леонидович, у нас очень много задач в следующем году. И те задачи, вот Центр социально интегрированных услуг, я хочу нам пожелать, конечно, с вашей помощью, чтобы мы внедрили один из важных проблемных вопросов, которые мы подготовили с Леной Петровной, открытие, ну хотя бы начало такого центра в Суворовском районе. И я думаю, что мы это сделаем. Спасибо, с праздником. Шановные коллеги, вы знаете, я очень волнуюсь. И очень обидно, что сегодня из-за пандемии в этом зале находятся только единицы нас. Но я уверена, что каждый из вас, руководитель, вернувшийся на место рабочее, скажет всем, кто входит в нашу большую дружную семью. Ну, спасибо, Инна Деолинич, что вы нас назвали семьей, потому что мы действительно семья. Скажет то человеческое спасибо, которое иногда мы не слышим, а иногда мы и не ждем того, чтобы нам сказали спасибо, а просто делаем свою работу. Я уверена, что у нас в Одессе будет самая лучшая система социальной помощи людям. Потому что руководство города сделало для нас все, чтобы это свершилось. Когда приезжают коллеги, знаете, гордость берет за то, с какой завистью они смотрят на Наша Косовского, на Армейскую, на Королева, на те центры, которые мы открываем, открываем практически ежегодно. Вот последний центр по работе с женщинами, с женщинами, с детьми, пострадавших от насилия. Светлана Николаевна сказала, что нас ждет очень много впереди, и мы готовы работать, и знаем, что вы всегда нас в этом поддержите. Берегите себя, берегите своих работников, берегите свои семьи. Потому что за каждым из нас, это не только мы и наша семья, это еще очень много одесситов, которые ждут, что мы им поможем, что дадим добрый совет или просто скажем доброе слово. Самое главное, всем здоровья, мира и добра. Терпения нам и Божьего благословения. Всех с наступающим праздником!